Саудовская Аравия уже ранее были партнерами с Украиной, когда производили, например, РК «Гром». Конечно, начали предложить. Они платили деньги, а мы деньги украли. Основное было, когда запускали совместный проект Ан-132Д, который был совместный самолет, который в 2016 году, перед предыдущим посолом, это был очень хороший проект, который и первый самолет, в нем полетел экс-президент Украины Порошенко, первый самолет полетел тогда в Саудовской Аравии на самолет и был военно-транспортным, и это был запуск. Но после этого, конечно, к сожалению, все это остановилось. Знаете почему? Расскажите, пожалуйста, это очень важно. Очень просто. Наши великие, я не знаю, как их называют. Авиастроители. Не-не-не, оставим в сторону, да. Я просто знаю там нюансы авиастроителей. Я постараюсь дипломатично, решили подумать, что, извиняюсь, арабы лохи. Или решили подумать, что арабы начались с деньгами. И вместо того, что это возможность, человек тебе вкладывает, научить, они думали, что они дураки. И приехали, и нарисовали им смету. Ну, образно. Я знаю, цифрно-образно. Выставили ценник. Ценник. Вот, например, украинский инженер зарабатывает, к примеру, 10 долларов. Ну, на это мы посмотрели. Они отвечали. Ребята, это вы серьезно? Да. Ну, сказал, хорошо. Вы можете закрыть свои производства и выходить назад. То есть, если инженер получил, к примеру, 1000 долларов, и там мог, примерно, 3-4, без проблем, тот, кто это сделал, его не двигал национальный интерес Украины. Тут его двигал один из двух. Либо разломать это соглашение, либо зарабатывать. Естественно, с такими ценами. Естественно, это страна, которая открыто всем миром понимает, что их просто дурит. Им сказать спасибо за первый, скажем так, экземпляр. Мы его в музее поставим в кавычках. Ну и спасибо, ребята. Теперь чертежи на систему залпового огня «Гром-2». Ждем их от вас, которые платили 200 миллионов долларов и так далее. Все на этом установили. Это, конечно, бывший посол, это был Джудей Аль-Газаль, который вложил огромные усилия, чтобы этот проект запустили. И он запустили. Он был очень разочарован, когда закончил миссию. К сожалению, был заморожен. Этот момент, который, как я говорил все время, я не знаю, что в Украине страшное, коррупция или предательство.